Оба, Чеда, Тур, как только не называют каменные пирамидки. Сейчас появилась, кстати, опять традиция, как-то возобновляется, и мы много где можем их встретить. Что это такое? Значит, в разных народах по-разному называют эти изваяния человеческих рук, и они несут тоже разные какие-то такие информации. Где-то это просто указатель дороги, где-то это собирается, особенно, знаете, когда гипонты такие собирают красивые на ребрах, и они держат баланс. Это такая гармония, покой и так далее. Но вообще на горах, там в Гималаях это строили как почитание богам, духам, такие алтарики. Где-то считается, что это мы местных духов почитаем, возводя им такие пирамидки. Но люди, видите, они собирают их везде и много, и надеются, что они просто будут загадывать желания, и эти желания будут забываться. Мне очень нравится в Норвегии, считается, что вот такие пирамидки – это маленькие тролли. И как бы мы, создавая такую пирамидку, даём троллю жизнь. И он потом ходит и троллит. Тын-тын-тын. Вот, мы в Рускеала находимся. Он, дивный кот, кстати, чёрный пришёл. Вот, и здесь вот такое место, оно здесь называется «Жизнь замечательных камней». Ну, вот такой сам Сат-Ладс. Мне больше, конечно, ближе в моём восприятии – это то, что такие алтарики – почитание местным духом. Духи местные достойны такого почитания. Вот, коротенько и всё. Спасибо.